Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня среда, 28 июня 2023 года, 490 день войны путинской России против Украины. Время 6 часов 58 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Всем привет от соведущего этой рубрики моего друга Руслана Рогованова. Он жив и здоров, выполняет боевые задачи успешно. Давайте пожелаем ему скорейшего возвращения. Живым, здоровым, невредимым. Конечно же, с победой. Ну и надеемся, что никаких форс-мажорных обстоятельств к выходным не будет. И Руслан сможет принять участие в подведении итогов недели. Ну а теперь мы начинаем наш обзор. Итак, как стало известно, в Краматорске был сильный прилет по гражданскому объекту, по жилому центру Краматорска. Есть пострадавшие. По состоянию на данный момент, я подчеркиваю, информация через несколько часов может измениться. Известно о четверых погибших и 42 раненых. Среди них ранен 8-месячный малыш и убит 15-летний подросток. И под завалами могут находиться еще люди. Но что здесь я могу сказать? Что российская тактика, она остается прежней. Это совершенно бессмысленные и жестокие массовые убийства гражданских. И за минувшие полтора года войны ничего не поменялось. Это упоение безнаказанностью. Ничем другим я это объяснить не могу. И вот тут возникает вопрос, а это люди вообще, которые занимаются подобными вещами? Я не убежден, что это люди. И, наверное, совершенно правильно Кремль получил нож в спину от старшего брата, от своего хозяина Китая. В частности, посол Поднебесной в Евросоюзе Фу Цин, он заявил, что Китай совершенно не против выхода Украины на границе 1991 года. Он заявил следующее. Не понимаю, почему бы и нет. Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Очередной нож в спину, так сказать. Теперь россияне будут плакаться. Но плакаться они будут еще и по-другому. Вот полюбуйтесь, дорогие друзья. Российские самолеты будут расходовать меньше топлива. А билеты станут дешевле. В Московском авиационном институте создана методика и программное обеспечение для этого. Это с этим и с этой идеей выступили авиаконструкторы мои. Но я вообще-то, как человек, имеющий некоторое отношение к технике и к физике, хочу напомнить, что от перестановки запчастей местами новыми они никак не становятся. А если нет запчастей, то безопасность полетов будет уменьшаться. А от падения самолеты, как правило, взрываются, а пассажиры превращаются в кучу пепла. Ну, поздравляю вас, дорогие россияне. Теперь летать на российских пепелацах я искренне людям не советую. Но Россия, она держит марку. В частности, это делает великий город на Неве, Расчленинград. Под Петербургом собака во время прогулки привела хозяина к обожженной человеческой голове. Ну, нормально, ну что, ну, Расчленинград, он держит марку, так держать, как говорится. Но мне, вот, честно говоря, я, возможно, жестокий человек, но я скажу, что этих людей мне, откровенно говоря, не жалко. И вот почему. Вы знаете, когда я прочитал эту новость, то, честно вам скажу, вначале я не поверил. Решил, что это издание «Панорама». Отнюдь, извольте полюбоваться. Отец погибшего во время Пригожинского мятежа пилота поддержал решение Путина закрыть дело. Да вы только полюбуйтесь. Если слово о закрытии дела дал президент, это справедливо. Это заявил Андрей Бабаев. Отец 24-летнего летчика вертолета Кирилла Бабаева. Я напомню, что Кирилл Бабаев, он был одним из тех летчиков вертолета, который был сбит во время мятежа Пригожина. При этом, да вы почитайте это, Бабаев-старший рассказал, что опознать тело сына ему не дали, сказав, что там нечего опознавать. И также сообщил, что вместе с Кириллом погибли еще два члена экипажа. Они были подбиты, горели, падали с большой высоты. Вы знаете, ребята, ну даже у меня мороз по коже от такого. Это, вы знаете, это просто какой-то адский трындец падения нравственности. Отец так заявляет. Но, как говорится, не только отец. Это становится каким-то весьма и весьма устойчивым общественным явлением. Извольте полюбоваться. Это пишет некая Ольга Лушева. Ну, это песня. Второго мужа буду хоронить. Так и хочется орать небеса. Какого хрена? Ему был всего 50 лет. Еще жить лет 50 минимум. Боря, с тобой было вдохновение жить. А теперь я черная вдова. Неужели я не достойна? Счастья в личной жизни. Так хотелось, чтобы он вернулся через полгода со своего. И мы бы зажили счастливо. Так мечталось. А вместо этого, простите за плохую новость, погиб. Три дня обеспечивал связи и уже выходил оттуда. Это не официальная информация. Официальная, думаю, будет еще менее информативна. Для чего? Почему? Зачем? Боря, ну как так? И себя до ужаса жалко. И вообще, на кой хрен я зависала на сатье, стараясь сделать из себя хорошую жену, не лучшую жену? Если вот такой итог. То есть. Это, конечно же, песня. То есть, речь идет о российском чмобике Борисе Гнусове. Его жена мечтала, что тот заработает много денег на смертях и убийстве украинцев. Они будут жить счастливы и тратить эти деньги, строить свое семейное счастье на войне в Украине. Но не вышло. Друзья, вы понимаете, мне вот к этому просто нечего добавить, кроме одного. Кроме слов благодарности украинцам, всем бойцам Сбройных Сил Украины, за то, что вы очищаете землю от этой нечисти. От абсолютного зла. Спасибо вам. Спасибо, украинцы. Я сейчас говорю без сарказма, без иронии. Я действительно благодарю вас. Спасибо вам. Разом до перемоги. Слава Украине. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал. И до встречи, друзья. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok